Ого! Это самый классный отель, который я видела! А если вы не хотите, чтобы монстры из игры Тока-бока пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ребята, напишите прямо сейчас в комментариях свою самую главную мечту. О чем вы мечтаете? Можно написать все, что угодно. Но вот то, что вы считаете своей прям супер-мечтой, напишите прямо сейчас. Очень интересно будет почитать, чтобы это видео наполнилось какими-то мечтами-мечтами, потому что это такое что-то волшебное, что может сбыться непременно. Так что давайте проговаривайте, о чем вы мечтаете. По-любому это сбудется. Можно даже написать несколько. Сегодня нас ждет нереальная история. Нереальная, потому что сегодня мы смотрим видео под названием Страшный отель в игре Тока-бока. Что же там интересно будет? Я обожаю страшные истории про отели. Там всегда целая куча призраков. Давайте же посмотрим, кто будет здесь в этой истории. Не терпится прям. Это самый классный отель, который я и видела. Не поворачивайся. Не поворачивайся. Нам все-таки предстоит видеть, как он повернется, я думаю. Итак, мы с вами находимся в отельчике. В отелях всегда какая-то дичь происходит, потому что зачастую отели это старые, ну, такие классные отели, я имею в виду. Это какие-нибудь чьи-то резиденции старые, древние. Это, может быть, какие-то места музейные, все какое-то такое. Может, это кладбище там чье-то. В общем, чем старее отель, тем старее и интереснее, необычная у него история. Соответственно, его жители. И нынешние, и прошлые. В общем, наш, так сказать, герой, который, я думаю, не протянет и полсерии... Не протянет и полсерии, короче, заселился в отельчик. Берет в лифте, и у него сразу начались приключения. А это жесть уже все. В лифте началась уже жесть. Он выходит из лифта, а там кто-то плачет. Мамочка, я испугалась прям вообще. Хелп, он сказал, помоги. Я же говорила, что у нас парень не продержится и полсерии. Я же говорила, я прям чувствую, кто долго проживет, кто нет. А где вообще все? Но вот эти более молодые, они могут продержаться подольше. Ну, капец, ему даже не дали зайти в номер. Его сожрали сразу же на подходе, на выходе из лифта. Чемоданчики-то стоят. О, появилась друг, откуда не возьмись. Привет. Ты напугала меня, извини. Как я могу тебе помочь? Нам нужен номер. Пожалуйста. Номер один она ему дала. Тому, по-моему, давала номер три, я не помню. Что? Сэр, что случилось? Ничего. Хорошего дня. Как бы ночь на дворе. Ты один, что ли, поедешь туда? Слышь, пацанчик. Это его мама, наверное. Зачем она туда пошла? Короче, ее заманили в буфет. Этих мам так просто заманить в буфет и в кафетерий. Или еще куда-то. Она заходит на кухню и говорит, приветик. Приветик. А так там, конечно же, обед. Там, конечно же... Шведский стол. Там столько вкусной еды. В общем, я бы тоже, наверное, сюда сначала пошла. Что, говорит, происходит здесь? К ней уже подкрадывается тот самый мальчик. Помните, который? Это, кажется, тот же самый мальчик, который плакал и съел того мужчину первого самого. Как это возможно? Она подбегает к администраторше и говорит ей... Они какие-то все еще одеты, как в скаутов. Знаете, каких-то таких. О-о-о! Она тоже монстр. Короче, если происходит какая-то дичь, и тебе удалось сбежать на улицу, никогда не возвращайся назад, чтобы с кем-то это обсудить. Просто беги дальше. Администратор и вот это вот все. Если тебе удалось сбежать, то беги. Ибо администратору, который работает здесь, скорее всего, все известно. И без твоих рассказов. Так что беги. Надеюсь, ни с кем это не произойдет. Но если произойдет, мы должны быть готовы ко всему. Поэтому мы и смотрим такие видео. А, быстро он расположился. Хотя бы ему додали, разрешили зайти в душ. Это уже хорошо. Хорошо. Вы видели его? Там вот эта рука черная, ужасная. Даже воду забыла отключить. Мы показали его... Блин, его маму! Жесть! Я бы так орала. Я бы так орала. Я бы так бежала. Короче, он прям в диком ужасе. И он прям в ужасе. В дикой части. Капец. От этого отеля просто не спастись, ребята. Я вам говорю серьезно. Тут людей пол жрет. Блин, вы такие классные. Вам бы жить и жить не заселяйте сюда. Вот эти стоят красавчики. Вдвоем работают, блин. Доброе утро. Здравствуйте, сэр. Как я могу вам помочь? Нам нужна комната. Всегда диалог строится по одному и тому же типу. Хорошо, мы позаботимся о Бяз. Может, мы сможем позавтракать? Окей. Вы помните, что в прошлый раз произошло на завтраке? Вот с этот вот парень. Капец, они их так быстро сжирают. Может быть, они могли бы за себя постоять как-нибудь, а? Хоть как-нибудь. Просто когда ты не ожидаешь какого-то подвоха, точно такого, как заселяйте в красивейший отель и сидишь на веранде завтракаешь, ты не ожидаешь, что вот этот вот официант тебя сейчас сожрет. Конечно, к кому нельзя подготовиться. Но это нам еще раз показывает то, что жизнь и люди очень непредсказуемы. Потому что некоторые из них не люди вовсе, а какие-то чудовища противные, от которых подальше нужно держаться. Упс, они его опоили чем-то. Это они сделали специально, чтобы он точно не убежал из отеля. Он сейчас просит, делал вас в туалет, пойдет в туалет, там с ним что-то произойдет. Прямо 100%. А, они ему дали ключ от номера. Блин, он сейчас в таком состоянии, он даже не заметит, даже если призрак перед ним встанет, скажет, подмениться, мне нужно быстро бежать. Ой, ну это, конечно, ужас. Ну что же теперь? Красивый номер. Слышите? Ой, мама! Каково это, остаться одной и не знать, блин, что-то произошел такой ужас. Это ужасно. Это кошмарно. Она сидит и не знает. Они дали голову той женщины. Сейчас он с ней разберется. Капец. Вот это отель. Как вы думаете, кто-нибудь им наваляет люлей? Кто-нибудь отомстит за это за все? Скажите, пожалуйста. Смотрите, смотрите, у этих безумцев какие блюда. Смотрите, с глазами у них глаз дергается. Просто два психа каких-то, которые готовили еду из своих клиентов. Пипец. О, мужичок. Он такой, блин, что вы тут делаете? Ай-яй-яй, нас спалили. Ребята, вот такая история у нас была про жуткий-жуткий отель. И я надеюсь, вам она понравилась. Ведь там было на что посмотреть, чего побояться. И от чего очень удивиться. И даже была какая-то мораль, что нужно быть осторожней. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю. Целую. Пока.